Спонсор канала компания Thermaltake. Thermaltake. Игра еще легче. Всем привет, я Дарья и это Технокухня. Всего на рынке 2152 плат. Из них львиная доля 506 под сокетом 1150, который стал основным и самым популярным на сегодня. Начнем осмотр с наиболее дешевых плат, постепенно переходя к более дорогим. 1347 рублей, минимальная плата за приобщение к Haswell процессорам. Мать от Asus удачнее более дорогих коллег, у которых даже не 3, а всего 2 слота расширения. 4 SATA, а больше и не надо. DVI и VGA, хотя было бы хорошо, HDMI под медиа-центр. 4 USB порта и стерео-выход звуковой карты. Дешево-сердито, неприветливо. Добавим 400 рублей и за 1700 рублей мы получим Micro ATX вариант, где уже есть HDMI, 6 портов USB, все 4 порта, включая PCI. И 4, а не 3 слота под память. Вот это, наверное, первая плата, которую мы посоветуем как под медиа-центр, так и под дешевый компактный компьютер. Когда втыкает 4440 процессор без разгона и любая видеокарта. Никаких переплат. За 2000 можно купить ATX версию от Gigabyte. Она нацелена для обладателя старого или даже старинного железа. Тем, кто делает апгрейд сокета 478 посвящается. Даже ваш старенький LPD принтер будет работать. Смущает только два разъема под память, но 16 гигабайт 2 по 8 должно хватить для всего. У вас возникает вопрос, какую ATX материнку 1150 купить, когда не хочется переплачивать. За 2400 рублей вариант MSI на чипсете B85. Несмотря на чипсет, мать разгоняет процессоры. Можно сделать Crossfire из двух AMD видеокарт. Хорошее решение, но есть один минус. Вывод только стереозвука. Если будете использовать только стереоколонки или гарнитуру, то вполне потянет. Впрочем, всегда же можно купить отдельную внутреннюю или внешнюю звуковую карту. За 2900 более продвинутый вариант. USB портов побольше и 7,1 канальный звук. Кстати, чипсет H87. На вопрос, поддерживает ли мать каньоны, саппорт MSI отвечает, да, но без разгона. Впрочем, учитывая, что каноны и так хорошенько разогнаны, это не такая проблема. Перед нами, наверное, первая игровая 1150 плата, которую мы посоветуем всем, кто желает получить каньоны и не хочет заморачиваться с разгоном. Две видеокарты 290 будут раскрыты, и вы можете получить очень мощную игровую станцию за мизерные вложения. MSI B85 G43 Gaming за те же деньги уже в пролете. Она не поддерживает каньоны, не советуем, хотя плата популярна в народе, которая особо не втыкает по теме. Все ведутся на внешность. То же самое S-Rock Fatality B85 Killer. Никому не должна быть нужной за свои деньги. За 3000 можно купить мать MSI H97 PC Mate, которая по умолчанию поддерживает каньоны. Под эту мать есть все версии BIOS, которые реализованы продвинутые функции разгона. Так что, пожалуй, этот вариант нам нравится, даже больше H87. Если вам нужно разгонять каньоны, то вот самое оптимальное решение. За те же магические 3000 можете купить самый дешевый кругляшок от Asus. Никакие связки не поддерживаются. Каньоны только со своим турборазгоном. Вы платите только за кругляшок. Если вы хотите M-ATX плату с поддержкой каньонов подешевле, то это вариант от MSI. Вы не переплачиваете за кругляшок. Далее мать, которую советуем всем, кто хочет и дешевый современный компьютер MSI PC Mate на чипсете Z97. Лучшая самая народная материнка за 3300, которой разве что не хватает более продвинутой звуковой подсистемы. Впрочем, профессиональные тесты показывают, что звуковая встройка очень качественная. И если вы сидите на стереоколонках или наушниках, то больше не надо. Далее идут не очень интересные материнки на чипсетах, не поддерживающих каньоны. Смысла в них нет. За 3700 еще лучшая мать, мечта и конфетка SROG Z87 Extreme 3. Наша платиновая медаль за поддержку SLI и Crossfire по формуле 8.8. Достаточно расстояния между платами и, главное, поддержка каньон процессоров. Нужно лишь перепрошить BIOS. Это, безусловно, лучшее решение для всех, кто нацелен на SLI и каньон и не хочет переплачивать ни копейки. За 3800, впрочем, можно урвать SLI-версию от Gigabyte с натуральным Z97 чипсетом. При этом более продвинутый звуковой кодек, чем у ASRock. 1150 против по 792. Но эта цена только в одном магазине. К сожалению, не всем эта плата доступна и ASRock лидирует в плане цена возможности. Стоит ли идти дальше? На наш взгляд, нет. Все платы дороже 4000. Это либо переплата за кругляшки, беспроводные модули вторые сетевые карты или третий и четвертый порты для видеокарт. Но кому-то еще нужно больше, чем 6 USB портов на задней панели, хотя это можно добить планками расширения. А если хотите супермощь, то есть плата от Gigabyte, способная раскрыть по максимуму 4 титана, например. Таким был наш выбор. А с вами была Дарья. Всем пока-пока.